Доброе утро! Явления со стороны нервной системы относятся к категории редких, мы к этому привыкли, но на самом деле наш опыт последнего года показывает, что не такое это редкое осложнение. По крайней мере мы за последний год трех пациентов видели с достаточно тяжелыми осложнениями, это и генобаре, это и поперечный миелит, это и миостыния. Поэтому надо быть насторожен. Так, ну вот наша пациентка, 64 года, в общем-то достаточно молодая активная женщина, обратила внимание на появление подмышечных лимфоузлов. И при биопсии и иммуногисхемический анализ показал наличие метастазов меланомы. При осмотре и обследовании пациентов не удалось обнаружить первичную опухоль, но что, в общем-то, для меланомы не является такой редкой ситуацией. Вот поэтому был выставлен диагноз метастазов меланомы в подмышечных лимфоузлах справа без выявленного первичного очага. По данным КТ, это было множественное поражение лимфоузлов правой подмышечной области и максимальный размер конгломерата вот 5,5 на 4,6 см. Ситуация была расценена как неоперабельная третья стадия и, да, мутации БИРА выявленной не было, поэтому пациентке было рекомендовано комбинированная иммунотерапия, ну, как сегодня наиболее эффективный вариант лечения. После первого введения через 5 дней пациентка отметила появление слабости в конечностях и чувство онемения в кистях, в стопах и ПТОС левого верхнего века. Эта ситуация нарастала не критически, но все-таки на фоне отрицательной динамики. Через несколько дней она была госпитализирована. При госпитализации состояние было расценено как тяжелое, пациентка самостоятельно не передвигалась. У нее был достаточно тяжелый нижний парапорез. При осмотре невролог также обратил внимание на то, что резко ограничено движение глазных яблок за счет офтальмоплегии слева. Было отмечено снижение тонуса и в обеих нижних, мышечного тонуса в обеих нижних конечностях и в руке больше справа. И также снижение болевой чувствительности в верхних и нижних конечностях. Конечно, ну, в первую очередь, как правило, мы стараемся исключить появление метастазов в головном мозге. Хотя перед началом терапии, безусловно, МРТ головного мозга выполнялась с антривенным контрастированием. Повторное исследование, причем не только головного, но и спинного мозга, не выявило каких-то объемных образований. Уже в стационаре пациентке была выполнена электромиография и получены признаки генерализованного полиневрального поражения с преимущественным вовлечением сенсорных и моторных волокон нижних конечностей. И неврологами совместно с нами и с местными онкологами был поставлен диагноз полинейропатия по типу синдрома Гиена Борреса, сомоторная форма, нейропатия глазодвигательного нерва слева. И, кроме того, еще дополнительно был выявлен тромбоз глубоких вен правой и нижней конечности и тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии. В общем, вот в таком тяжелом состоянии начиналось лечение пациентки. Я хотела бы напомнить синдром Гиена Боррес. Для нас это такая экзотика. Это воспалительное поле, радикулонейропатия, которая возникает, как правило, после перенесенной инфекции. Это могут быть и вирусные заболевания, это могут и заболевания, вызванные другими возбудителями, в том числе и бактериями. Симптомы, как правило, это мышечная слабость с гипорефлексией. Очень часто это нарушение чувствительности или аномальная чувствительность дизостазии. И в основе этих симптомов лежит демиеревизация оболочек нервных волокон. Ну вот я такую нашла картинку, где это наглядно показано. Механизм считается, что вот те активированные клетки, которые выработались в ответ на внедрение возбудителя, они также перекрестно реагируют на собственные белки миелиновой оболочки, вызывая вот ее разрушение. Если говорить о иммуноопосредованном синдроме Гиена Борре, то и в литературе сегодня он описывается как очень редкое осложнение. Это 0,1-3% пациентов имеют иммуноопосредованный синдром Гиена Борре на фоне ингибиторами контрольных иммунных точек. Причем по литературным данным это чаще мужчины пациенты и чаще пациенты с меланомой. Почему? Ну поскольку вообще меланоциты имеют нейроэкторомальное происхождение, то существуют общие антигены на клетках на меланоцитах и на клетках гляльной оболочки нервных волокон. Ну возможно вот такая причина. Для диагностики синдрома Гиена Борре используется электромиография, которая должна нам продемонстрировать признаки демиеллинизирующей полирадикулопатии. И также используется анализ спинномозговой жидкости, где выявляется белково-клеточная диссоциация. И вот тут, когда мы все-таки определились более-менее с синдромом у данной пациентки и со сложнениями, и стали смотреть повторно литературу, вообще мы привыкли, что основной стандарт терапии первой линии иммуно-опосредованных нежелательных явлений – это стероиды. И вот оказалось, что литературу… А вообще-то речь о том, что различные виды иммуно-онкологических, иммуно-опосредованных, вернее, осложнений имеют в основе разную природу, что может требовать и разных подходов, в том числе и более таких молекулярно нацеленных. Вообще эта идея уже достаточно давно циркулирует и выработает, есть уже такие определенные показания, в каких ситуациях могут быть использованы разные иммуно-супрессорные препараты. Но на практике, к сожалению, это все достаточно трудно использовать, потому что это, как правило, требует биопсии пораженного органа, очень глубоких молекулярно-генетических, иммуно-онкологических исследований. И только потом можно какие-то, значит, высказать предположения. Поэтому, как правило, когда мы видим что-то, первое, что мы берем – это стероиды. В зависимости от степени выраженности это могут быть низкие дозы и это могут быть высокие дозы. Так вот, именно при синдроме Гиена-Борре и некоторых других осложнениях со стороны нервной системы вот стероиды, как оказалось, не являются препаратами выбора. И если говорить конкретно о синдроме Гиена-Борре, то здесь терапия выбора или плазмаферез, или внутривенные иммуноглобулины. И вот наша пациентка как раз-таки все-таки попала действительно в квалифицированные учреждения и путем совместных обсуждений, в общем, мы пришли к выводу о необходимости проведения плазмафереза. Она получила два сеанса высокообъемного плазмафереза. Естественно, получала другую симптоматическую терапию, в том числе и терапию, связанную с тромбозом. И вот, хотя вообще тоже по литературным данным двух сеансов по идее недостаточно, но получив достаточно хорошую положительную динамику, вот остановились именно на них. Срок госпитализации 30 дней составил, но важно, чтобы пациентка была выписана уже на своих ногах с действительно таким значительным клиническим улучшением. В настоящее время она почти полностью восстановилась. Она не только вернула себе возможность себя обслуживать, но она ходит, она активна. Естественно, встает вопрос, что дальше нам ей предложить в плане лекарственного лечения. Напоминаю, что бюроапутации у пациентки нет. Она приехала к нам на контрольное обследование в июле месяце, и мы увидели у нее положительную динамику. Уменьшились метастазы, они остаются, сохраняются в подмышечной области, но уменьшилось их количество, уменьшились размеры вот этого самого крупного конгломерата. И, в общем, вопрос вот у нас сейчас такой открытый стоит, в том числе и вот для, может быть, обсуждения сейчас с нашими экспертами, как нам с ней поступить дальше. Благодарю за внимание.